Семен Семенченко Я вас слушаю В последнее время мне снятся плохие сны Значит, вот что я вам должен сказать Я вам приведу такой пример из Библии Пророк Давид, который потом стал царем То он, будучи отроком, выступил против великана Этот великан Голиаф Давид пращий такой ударил Голиафа И он упал А тогда Давид подошел к нему И отсек ему голову С одной стороны он убил А с другой стороны, если бы он его не убил То народ израильский был бы побежден этими иноплеменниками Так? Поэтому вы будьте спокойны Что вы делаете доброе дело Я просто хотел покаяться об одном случае Когда со мной, который произошел До сих пор как бы сны снятся Мы освобождали здание одно Ну, обстрел То есть обстреливали Там была очень тяжелая перестрелка Мы взяли высоту И там был, ну, один парень молодой Да, я подумал, что это сепаратист Он не был вооружен Но я его случайно убил И вот это вот меня до сих пор гложет Этот, а он не был сепаратистом Ну, я не знаю, был он или не был Просто я автоматически Я когда зачищал Значит так Вы убили его Не желая совершить Несправедливую смерть И Господь простит Простит И церковь Каждый день молится Богу За вас И молится И просит, чтобы Господь Простил грехи Вольные и не вольные Ну, а что делать? У меня в батальоне есть люди Которые пытаются пытками Выбить у наших врагов Информацию То есть Что они делают? Ну, они наносят физические Различные там удары А скажите А Давид Галиафа Не ударил? Ударил, да Ударил Так больно было Галиафу? Ну да Больно Больше того Дабила Была такая Смелая Иудейская Женщина Которая Самого Главного Военачальника Обманула И отсекла ему голову Хитростью И показала Всем врагам Голову их Военачальника И они убежали Вы знаете Вот у меня А сейчас У меня в батальоне Есть тоже Вот люди Ну Которые Как сказать Они националистами Себя считают Националисты Кто? Ну у меня Бойцы в батальоне Так он Это Убивал Так? Да Так вот Он защищал Свой народ И ярлык Который Его Приклеили Что он Националист Фашист Фашисты Тоже Были люди Ну да Да Так? Потому что Кто такой Бандера? Бандера Это был Украинец Который Защищал Свой народ Вот это Бандера Также Например Петлюра Тоже Я согласен Просто Понимаете Вот почему Меня совесть Мучит Потому что Я Из Донецка И многие Мои близкие От меня Отвернулись В том числе Родственники Отвернулись Временно Вот когда Мы Поддержим Победу Они будут Вас Превозносить Как героя Потому что Вы Защитили Их От Врага А враг Это наш Брат Который Стал Врагом Так? Вот так Надо Смотреть И если Бо Они Покаялись То Бо Ими Просили Этот Грех А Со злом Бороться Надо До конца До 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 Конца До смерти Ну Я согласен Но у меня Много Всяких Грехов На самом Деле Один Из них Это Нетрадиционные Сексуальные Отношения С депутатом Верховной Рады С Олегом Лешко Наверное Вы знаете Да? Так Ну Один Раз Вот На Заседании Верховной Рады Вот Получилось Что Вот Мы Ушли От всех Там Закрылись В его кабинете И вот И он Начал Приставать Ко мне Я вот Не смог Этому Противостоять Так Вот Он Вот Его Господь Господь Его Покарает Вот Вы Смотрите Похоронили Сына Януковича Вот Это Есть Наказание За Грехи Которые Совершил Отец Я думаю Что И сын Нечистый В этом Отношении Вы так Думаете Да Да И поэтому Вот сейчас Например Какая Рана У Отца Любил Сына Своего Любил И Его Нет Вот Это Есть Наказание Поэтому Всякий Грешник Который Не кается В своих Грехах Будет Наказан Богом Рано Или Поздно Как Вот Я не знаю Еще Что Вот Вы знаете Я Работаю На Игоря Коломойского Вот Ну а мне Говорят Что он Мошенник И вор И что он Ограбил Украину Его банк И это Мне тоже Гложет Значит Вы Работаете Не на Коломойского А вы Работаете И Трудитесь И Защищаете Украину Под Руководством Коломойского То То есть Его Грехи Остаются Его Грехами А вы Под Его Руководством Делаете Доброе Дело Хотя В другом Чем-то Он И Грешник И Вот В том В чем Он Грешник Его И Обличают Ясно Да Вот С этой Мыслью И С мыслью О Боге И Будьте Спокой С ПОНОМ